доброе утро или не добрая барсик что ты скажешь уже за утро вторая сирена будет что это происходит давай наблюдай что там в окне если чё будет страшно и так ты давай мявкой и предупреждаю всех нас будем шкаф прятаться смотрю у меня цветочек хорошо разросся а вы знаете вот буквально где-то прошел день как я купила захожу смотрю а у него так вот полностью все веточки вот так вот прям попадали думаю не поняла что такое вроде потрогала и земля не сухая только полила где-то через час-два стали подниматься чем я поняла что этот цветок очень любит воду поэтому я конечно его прям заливаю так можно сказать но и хорошо открывается вот эти все которые были бубочки вот эти вот все открываются такой пышненький цветочек вот пожалуйста так что я не пожалела что купила думаю если я буду на рынке может какого-то другого цвета такой цветок так я может себе еще один куплю может маме куплю она любит такие цветущие такая красота здравствуйте сегодня 20 июля 2022 года ну вот с утра уже было две сирены что ожидать конечно сейчас такое время каждую секунду сидишь напряженный сидишь взволнованный ну вот что я подумала конечно сейчас такое время как бы вся наша страна в таком тревожном каком-то состоянии в каком-то все мы такие знаете все неспокойные тем более так почитаешь новости вот я взяла почитала сегодня утром думаю ну что ж у нас как бы происходит ну я не имею ввиду там как бы события а то что конкретно в городе у нас люди такое впечатление как мало им а вот этих проблем что как говорится и так стране стране нелегко и всем нелегко так еще и сами то какая-то беременная с ножом набросилась на мужчину порезала его то еще где-то кто-то с кем-то подрался то с целая куча разных дтп там машина перевернулась там перевернулась там на крышу стала там кого-то сбили то кто-то в собачку выстрелил то кто-то по людям стреляет то у кого-то оружие дома нашли ну в общем как говорится новости одно краше другого а одна новость такая была но я думаю наши местные уже как говорится местных интернет новостях увидели у нас на жилмассиве солнечном в кустах двое красавцев под кустиком расстелили себе там все делали что надо в общем у людей такое было романтик свидания пришел такой здоровый мужик помешал им и представляете помешал романтики прям самый разгар в общем это и смех и грех вы знаете вот что вот что происходит что происходит вот так я вот что подумала а уместно ли сейчас в это время смеяться веселиться улыбаться шутить смотреть допустим какие-то веселые там фильмы или еще что то и вот я как бы вот решила на эту тему ну немножечко так порассуждать а чтобы вы не смотрели на мой фейс такой очень симпатичный добавлю видео прошлом году мы катались где-то за городом где честно не знаю меня где возят там я смотрю я не знаю это какие-то там или поселки или еще или это дачи какие-то не знаю но дело не в этом дело в том что красивая природа это по моему по моему в мае прошлого года мы катались так что посмотрите какая красота у нас а я немножко поляляка языком если это вам интересно наше время сейчас вот куча проблем вот надоели проблемы или вы ждете когда не закончится конечно не стоит жизни вообще без проблем не бывает ну так вот она устроена ну а сделать ее легче и радостней это ведь в наших силах ну вот попробуйте относиться ко всему проще и чаще улыбайтесь а еще лучше смейтесь вот ученые они утверждают что смерть продлевает жизнь он заставляет диафрагму активно двигаться это ускоряет кровообращение и вот в результате все органы получают больше кислорода вот у людей которые смотрят комедию кровь оказывается течет так же быстро как и у тех кто едет на велосипеде или плавает так что смотрим комедии и вот почему солидная порция смеха она не только защищает сердце но и борется с атеросклерозом да об этом я думаю действительно надо задуматься вот мы когда хохочем наш организм расслабляется уменьшается выделение гормонов стресса а гормонов радости становится намного больше вот у веселых людей и иммунитет крепче и кроме того когда человек смеется у него задействуется 17 мышц лица это отличная гимнастика для поддержания красоты и молодости да девочки мы улыбаемся улыбаемся и делаем себе гимнастику лица чтобы быть вечно молоденькими ну в общем короче смех это идеальное лекарство ежедневно доза радости она укрепляет здоровье а что говорят здоровом теле здоровый дух а с ним никакие проблемы не страшны поэтому все улыбаемся пытаемся отвлечься от негатива хоть это и тяжело хотя бы на какое-то короткое время переключаемся на что-то позитивное потому что в любой жизни даже если что-то негатив все равно есть что-то и плюсики которые можно найти этому радоваться жить хотя бы то что мы живы наши близкие тоже живы у кого-то они рядом у кого-то далеко но главное что все в порядке все живы все здоровы у кого свое жилье на месте это тоже повод порадоваться а не сидеть плакать понятно что всеобщее горе но 24 часа в сутки естественно плакать не стоит а только веселое такое поддержание духа она дает нам дальше силы жить и быть сильными так что всем добра всем хорошего настроения конечно же всем мира пока пока